Откровение, глава тринадцатая. И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами. На рогах его было десять диадим, а на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть. И видел я, что одна из голов его, как бы смертельно, была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем. И поклонились дракону, который дал власть зверю. И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним. И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно. И дана ему власть действовать сорок два месяца. И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя его и жилища его и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агонса, закланного от создания мира. Кто имеет ухо, да слышит. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых. «И увидел я другого звера, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные Агнчим, и говорил, как дракон. Он действует перед ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклониться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела. «И творит великие знамения, так что и огонь не изводит с неба на землю перед людьми. И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, то сочти число зверя, ибо это число человеческое. Число его шестьсот шестьдесят шесть. Откровение, четырнадцатая глава. И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним сто сорок четыре тысячи, у которых имя отца его написано на челах. И услышал я голос с неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома, и услышал голос, как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют, как бы, новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами. И никто не мог научиться сей песне, кроме сих ста сорока четырех тысяч, искупленных от земли. Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. И в устах их нет лукавства. Они не порочны пред престолом Божиим. И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовестовать живущим на земле и всякому племени и колену и языку и народу. И говорил он громким голосом, убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его. И поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники вод. И другой ангел следовал за ним, говоря, пал, пал, Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы. И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом, Кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертания, на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред Агнцем, и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертания имени его. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. И услышал я голос с неба, говорящий мне, «Напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе». Ей говорит дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный сыну человеческому. На голове его золотой венец, и в руке его острый серп. И вышел другой ангел из храма, и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке, «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела». И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата. И другой ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом. И иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника, И с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря, «Пусти острый серп твой, и обрежь грозди винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды». И поверг ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил в великое точило гнева Божия. И стоптанные ягоды вточили за городом, и потекла кровь и сточило даже до уст конских на тысячу шестьсот стадий. Откровение, пятнадцатая глава. «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, Семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия. И видел я, как бы стеклянное море, смешанное с огнем, И победившее зверя и образ его, и начертание его, и число имени его, Стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии. И поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря, «Велики и чудны дела Твои, Господи Божий Вседержитель, Праведные истины пути Твои, Царь Святых! Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? Ибо Ты един свят, все народы придут и поклонятся пред Тобою, Ибо открылись суды Твои». «И после сего я взглянул, и вот отверстся храм скини и свидетельства на небе. И вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, Облеченные в чистую и светлую льняную одежду, И опоясанные по персям золотыми поясами. И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, Наполненных гневом Бога, живущего во веки веков. И наполнился храм дымом от славы Божией и от силы Его. И никто не мог войти в храм, Доколе не окончились семь язв с семи ангелов. Откровение, 16 глава. «И услышал я из храма громкий голос, говорящий с семи ангелам, «Идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю!» «Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, И сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, Имеющих начертания зверя и поклоняющихся образу его. Второй ангел вылил чашу свою в море, И сделалась кровь, как бы мертвеца, И все одушевленное умерло в море. Третий ангел вылил чашу свою в реки, И источники вод, И сделалась кровь. И услышал я ангела вод, который говорил, «Праведен ты, Господи, Который еси был и свят, Потому что так судил, За то, что они пролили кровь святых и пророков, Ты дал им пить кровь, Они достойны того». И услышал я другого от жертвенника говорящего, «Ей, Господи, Божий Вседержитель, Истинные и праведны суды твои!» Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, И дано было ему сжечь людей огнем, И жег людей сильный зной, И они хулили имя Бога, Имеющего власть над всеми язвами, И не вразумились, чтобы воздать ему славу. Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, И сделалось царство его мрачно, И они кусали языки свои от страдания, И хулили Бога небесного от страданий своих, И язв своих, И не раскаялись в делах своих. Шестой ангел вылил чашу свою В великую реку Ефрат, И высохла в ней вода, Чтобы готов был путь царям От восхода солнечного. И видел я Выходящих из уст дракона, Из уст зверя, Из уст лже-пророка, Трех духов нечистых, Подобных жабам. Это бесовские духи, Творящие знамения. Они выходят к царям земли Всей вселенной, Чтобы собрать их на брань. Вон и великий день Бога Вседержителя. Все Иду, как тать, Блажен бордствующий И хранящий одежду свою, Чтобы не ходить ему на гимн, И чтобы не увидели срамоты его. И он собрал их на место, Называемое по-еврейски Армагеддон. Седьмой ангел Вылил чашу свою на воздух, И из храма небесного От престола Раздался громкий голос, Говорящий «Совершилось!» И произошли молнии, Громы и голоса, И сделалось великое землетрясение, Какого не бывало с тех пор, Как люди на земле. Такое землетрясение, Так великое! И город великий Распался на три части, И города языческие пали, И Вавилон великий Воспомянут пред Богом, Чтобы дать ему чашу вина Ярости гнева его. И всякий остров убежал, И гор не стало, И град величиною в талант Пал с неба на людей. И хулили люди Бога За язву от града, Потому что язва от него Была весьма тяжкая. Откровение 17 глава И пришел один из семи ангелов, Имеющих семь чаш, И, говоря со мной, Сказал мне, Подойди, Я покажу тебе суд Над великою блудницею, Сидящую на водах многих. С ней блудодействовали Цари земные, И вином ее блудодеяния Упивались живущие на земле, И повел меня в духе В пустыню. И я увидел жену, Сидящую на двери багряном, Преисполненном имена Беммагахульными, С семью головами, Десятью рогами. И жена обличена была В порфиру и багряницу, Украшена золотом, Драгоценными камнями И жемчугом. И держала золотую чашу В руке своей, Наполненную мерзостями И нечистотой блудодействия ее. И на челе ее написано имя, Тайна, Вавилон Великий, Мать блудницам И мерзостям земным. Я видел, Что жена упоена была Кровью святых И кровью свидетелей Иисусовых, И, видя ее, Дивился удивлением великим. И сказал мне ангел, Что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены сей И зверя, Носящего ее, Имеющего семь голов И десять рогов. Зверь, которого ты видел, Был и нет его. И выйдет из бездны И пойдет в погибель. И удивятся те Из живущих на земле, Имена которых Не вписаны в книгу жизни От начала мира. Видя, что зверь был, И нет его, И явится. Здесь ум, Имеющий мудрость. Семь голов Суть семь гор, На которых сидит жена. И семь царей, Из которых пять пали, А один есть, А другой еще не пришел. И когда придет, Недолго ему быть. И зверь, который был, И которого нет, Есть восьмой, Из числа семи, И пойдет в погибель. И десять рогов, Которые ты видел, Суть десять царей, Которые еще не получили царство, Но примут власть со зверем, Как цари, На один час. Они имеют одни мысли, И передадут силу и власть Свою зверю. Они будут вести брань с агнцем, И агнец победит их, Ибо он есть Господь господствующих, И царь царей, И те, которые с ним, Суть званая, Избранная и верная. И говорит мне, Воды, которые ты видел, Где сидит блудница, Суть люди и народы, И племена, и языки, И десять рогов, Которые ты видел на звере, Сии возненавидят блудницу И разорят ее, И обнажат, И плоть ее съедят, И сожгут ее в огне, Потому что Бог положил им на сердце Исполнить волю его, Исполнить одну волю, И отдать царство их зверю, Доколе не исполнятся слова Божии. Жена же, Которые ты видел, Есть великий город, Царствующий над земными царями. Откровение, 18 глава. После сего я увидел Иного ангела, Сходящего с неба, И имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно, Громким голосом говоря, Пал, пал, Вавилон, Великая блудница, Сделался жилищем бесов И пристанищем Всякому нечистому духу, Пристанищем всякой Нечистой отвратительной птицы. Ибо яростным велом Блудодеяния своего Она напоила все народы. И цари земные Любодействовали с нею, И купцы земные Разбогатели От великой роскоши ее. И услышал я иной голос С неба говорящий, Выйдя от нее, народ мой, Чтобы не участвовать вам В грехах ее, И не подвергнуться язвам ее, Ибо грехи ее дошли до неба, И Бог воспомянул неправды ее. Воздайте ей так, Как и она воздала вам, И вдвое воздайте ей По делам ее. В чаши, в которой Она приготовляла вам вино, Приготовьте ей вдвое. Сколько славилась Она и роскошествовала, Столько воздайте ей Мучений и горести. Ибо она говорит в сердце своем, Сижу царицею, Я не вдова И не увижу горести. Зато в один день Придет на нее казни, Смерть и плач, И голод, И будет сожжена огнем, Потому что силен Господь Бог, Судящий ее. И восплачут, И возрыдают о ней цари земные, Блудодействовавшие И роскошествовавшие с нею, Когда увидят дым от пожара ее, Стоя издали От страха мучений ее, И говоря, Горе, горе тебе, Великий город Вавилон, Город крепкий, Ибо в один час Пришел суд твой, И купцы земные Восплачут и возрыдают о ней, Потому что товаров их Никто уже не покупает, Товаров золотых и серебряных, И камней драгоценных, И жемчуга, И весона, И парфиры, И шелка, И багреницы, И всякого благовонного дерева, И всяких изделий Из слоновой кости, И всяких изделий Из дорогих дерев, Из меди, И железа, И мрамора, Корицы, И фимиама, И мира, И ладана, И вина, И элея, И муки, И пшеницы, И скота, И овец, И коней, И колесниц, И тел, И душ человеческих, И плодов угодных Для души твоей Не стало в тебя, И все тучное И блистательное Удалилось от тебя, Ты уже не найдешь его, Торговавшая всем сим, Обогатившаяся от нее, Станут вдали От страха мучений ее, Плача и рыдая, И говоря, Горе, Горе тебе, Великий город, Одетый в весоны, Порфиру и багреницу, Украшенный золотом И камнями драгоценными И жемчугом, Ибо в один час Погибло такое богатство, И все кормщие, И все плывущие на кораблях, И все корабельщики, И все торгующие на море Стали вдали, И, видя дым от пожара ее, Возопили, Говоря, Какой город подобен городу великому? И посыпали пеплом головы свои, И возопили, Плача и рыдая, Горе, Горе тебе, Город великий, Драгоценностями которого Обогатили все имеющие корабли на море, Ибо опустел в один час. Веселись о всем небо, И святые ангелы и пророки, Ибо совершил бог суд ваш над ним. И один сильный ангел взял камень, Подобный большому жернову, И поверг в море, Говоря, С таким стремлением повержен будет Вавилон великий город, И уже не будет его. И голоса играющих на гуслях, И поющих, И играющих на свирелях, И трубящих трубами В тебе уже не слышно будет. Не будет уже в тебе никакого художника, Никакого художества, И шума от жерновов не слышно уже будет в тебе. И свет светильника уже не появится в тебе, И голоса жениха и невесты Не будет уже слышно в тебе. Ибо купцы твои были вельможи земли, И волшебством твоим Введены в заблуждение все народы, И в нем найдена кровь пророков и святых, И всех убитых на земле. Откровение, 19 глава. После сего я услышал на небе громкий голос Как бы многочисленного народа, Который говорил, Аллилуйя! Спасение и слава и честь и сила Господу нашему! Ибо истины и праведны суды его, Потому что он осудил ту великую любодейству, Которая растлила землю любодейством своим, И взыскал кровь рабов своих от руки ее. И вторично сказали, Аллилуйя! И дым ее восходил во веки веков. Тогда двадцать четыре старца и четыре животных пали, И поклонились Богу, сидящему на престоле, Говоря, Аминь! Аллилуйя! И голос от престола и шел, говорящий, Хвалите Бога нашего, Все рабы его и боящиеся его, Малые и великие! И слышал я, как бы голос многочисленного народа, Как бы шум вод многих, Как бы голос громов сильных, Говорящих, Аллилуйя! Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель, Возрадуемся и восвеселимся, И воздадим Ему славу, Ибо наступил брак Агнца, И жена его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый, Весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел, Напиши, Блаженно званая на брачную вечерю Агнца, И сказал мне, Сии суть истинные слова Божии. Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему, Но он сказал мне, Смотри, не делай сего, Я сослужитель тебе и братьям твоим, Имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, Ибо свидетельство Иисусова Есть дух пророчества. И увидел я отверстое небо, И вот конь белый, И сидящий на нем называется верный и истинный, Который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, И на голове его много диадим. Он имел имя написанное, Которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, Облеченные в весон белый и чистый. Из уржа его исходит острый меч, Чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя Царь царей и Господь господствующих. И увидел я одного ангела, стоящего на солнце. И он воскликнул громким голосом, Говоря всем птицам, летающим посредине неба, Летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, Чтобы пожрать трупы царей, Трупы сильных, трупы тысячи начальников, Трупы коней и сидящих на них, Трупы всех свободных и рабов, И малых и великих. И увидел я зверя и царей земных, И воинства их, Собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне И с воинством его. И схвачен был зверь, И с ним лже-пророк, Производивший чудеса пред ним, Которыми он обольстил, Принявших начертания зверя И поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, Горящее серою, А прочие убиты мечом сидящего на коне И сходящим из уст его, И все птицы напитались их трупами. Откровение 20 глава «И увидел я ангела, Сходящего с неба, Который имел ключ от бездны И большую цепь в руке своей. Он взял дракона, Змея древнего, Который есть дьявол и сатана, И сковал его на тысячу лет, И низверг его в бездну, И заключил его, И положил над ним печать, Чтобы не прельщал уже народы, Доколе не окончится тысяча лет. После же сего Ему должно быть освобожденным На малое время. И увидел я престолы И сидящих на них, Которым дано было судить, И души обезглавленных За свидетельство Иисуса И за Слово Божие, Которые не поклонились зверю Ни образу его, И не приняли на черта Ни начало свое И на руку свою. Они ожили и царствовали Со Христом тысячу лет. Прочие же из умерших Не ожили. Доколе не окончится тысяча лет. Это первое воскресение. Блаженный свят, Имеющий участие В воскресении первым. Над ними смерть вторая Не имеет власти, Но они будут священниками Бога и Христа, И будут царствовать с ним Тысячу лет. Когда же окончится тысяча лет, Сатана будет освобожден Из темницы своей, И выйдет обольщать народы, Находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, И собирать их на брань, Счисло их, как песок морской. И вышли на широту земли, И окружили стан святых И город возлюбленный. И не спал огонь с неба от Бога И пожирал их. А дьявол, прещавший их, Ввержен в озеро огненное и серное, Где зверь и лжепророк И будут мучиться день и ночь Во веки веков. И увидел я великий белый престол И сидящего на нем, От лица которого бежало небо и земля, И не нашлось им места. И увидел я мертвых, Малых и великих, Стоящих пред Богом. И книги раскрыты были, И иная книга раскрыта, Которая и есть книга жизни. И судимы были мертвые По написанному в книгах, Сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, Бывших в нем, И смерть и ад отдали мертвых, Которые были в них. И судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, Тот был брошен в озеро огненное. Откровение 21 глава. И увидел я новое небо и новую землю, Ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, И моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, Новый, Сходящий от Бога с неба, Приготовленный как невеста, Украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, Говорящий, Все скиния Бога с человеками, И он будет обитать с ними, Они будут ему народом, И сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу сочей их, И смерти не будет уже, Ни плача, Ни вопля, Ни болезней уже не будет, Ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле, Все творю все новое. И говорит мне, Напиши, Ибо слова сии истинны и верны. И сказал мне, Совершилось! Я есмь альфа и омега, Начало и конец, Жаждущему дам даром От источника воды живой. Побеждающий наследует все, И буду ему Богом, И он будет мне сыном. Боязливых же и неверных, И скверных, И убийц, И любодеев, И чародеев, И идолослужителей, И всех лжецов, Участь в озере, Горящем огнем и серою. Это смерть вторая. И пришел ко мне один из семи ангелов, У которых было семь чаш, Наполненных семью последними язвами, И сказал мне, Пойди, Я покажу тебе жену, Невесту Агнца, И вознес меня в духе На великую и высокую гору, И показал мне великий город, Святый Иерусалим, Который не сходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию, Светило его подобно Драгоценнейшему камню, Как бы камню яспису, Кристалловидному. Он имеет большую и высокую стену, Имеет двенадцать ворот, И на них двенадцать ангелов. На воротах написаны имена Двенадцати колен сынов-израилевых, С востока трое ворот, С севера трое ворот, С юга трое ворот, С запада трое ворот. Стена города имеет двенадцать оснований, И на них имена Двенадцати апостолов Агнца. Говоривший со мной имел Золотую трость для измерения города, И ворот его, И стены его. Город расположен С четвероугольником, И длина его такая же, Как и широта. И измерил он город тростью На двенадцать тысяч стадий. Длина и широта, И высота его равны. И стену его измерил Во сто сорок четыре локтя, Меру и человеческую. Какова мера и ангела? Стена его построена из ясписа, А город был чистым золотом, Подобен чистому стеклу. Основания стены города Украшены всякими драгоценными камнями. Основания первое яспис, Второе сапфир, Третье халкидон, Четвертое смарагд, Пятое сардоникс, Шестое сердолик, Седьмое хризолит, Восьмое верил, Девятое топаз, Десятое хризопраз, Одиннадцатое гиацинт, Двенадцатое аметист, А двенадцать ворот, Двенадцать жемчужин. Каждые ворота были из одной жемчужины. Улица города, Чистое золото, Как прозрачное стекло. Храма же я не видел в нем, Ибо Господь Бог Вседержитель, Храм его, И агнец. И город не имеет нужды Ни в солнце, Ни в луне для освящения своего, Ибо слава Божия Осветила его, И светильник его, Агнец. Спасенные народы Будут ходить во свете его, И цари земные Принесут в него Славу и честь свою. Ворота его не будут Запираться днем, А ночи там не будет. И принесут в него Славу и честь народов. И не войдет в него Ничто нечистое, И никто преданный Мерзости и лжи, А только те, Которые написаны у агнца В книге жизни. Откровение, 22 глава. И показал мне Чистую реку воды живой, Светлую, как кристалл, Исходящую от престола Бога и агнца. Среди улицы его И по ту, и по другую сторону Реки Древо жизни, Двенадцать раз Приносящие плоды, Дающие на каждый месяц Плод свой, И листья дерева Для исцеления народов. И ничего уже не будет Проклятого, Но престол Бога и агнца Будет в нем, И рабы его будут служить ему, И узрит лицо его, И имя его будет на челах их, И ночи не будет там, И не будут иметь нужды Ни в светильнике, Ни в свете солнечном, Ибо Господь Бог освящает их, И будут царствовать Во веки веков. И сказал мне, Сии слова верны и истинны. И Господь Бог святых пророков Послал ангела своего Показать рабам своим то, Чему надлежит быть вскоре. Се, Гряду скоро, Блажен соблюдающие слова Пророчества книги сей. Я, Иоанн, видел и слышал сие, Когда же услышал и увидел, Пал к ногам ангела, Показывающего мне сие, Что упоклониться ему. Но он сказал мне, Смотри, не делай сего, Ибо я сослужитель тебе и братьям твоим, Пророкам и соблюдающим слова книги сей. Богу поклонись. И сказал мне, Не запечатывая слов пророчества книги сей, Ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, Нечистый пусть еще сквернится, Праведный дотворит правду еще, И святой да освящается еще. Все, гряду скоро, И возмездие мое со мною, Чтобы воздать каждому по делам его. Я есть Альфа и Омега, Начало и конец, Первый и последний. Блаженны те, Которые соблюдают заповеди его, Чтобы иметь им право на древо жизни И войти в город воротами. А вне псы и чародеи и любодеи и убийцы и идолослужители И всякие любящие и делающие неправду. Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я, Иисус, корень и потомок Давида, Звезда светлая и утренняя. И дух и невеста говорят, «Приди!» И слышавший да скажет, «Приди!» Жаждущий пусть приходит, И желающий пусть берет воду жизни даром. И я также свидетельствую И всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит, что к ним, На того наложит Бог язва, О которых написано в книге сей. И если кто отнимет, что от слов книги пророчества сего, У того отнимет Бог участие в книге жизни И в святом граде, И в том, что написано в книге сей. Свидетельствующий сие говорит, «Ей гряду скоро! Аминь!» Ей гряди, Господи Иисусе! Благодать Господа нашего Иисуса Христа Со всеми вами! Аминь! Субтитры создавал DimaTorzok